Весны и любви Весны и любви В конце 8 марта В виде сердца Я просто выполняю Ваше желание Ну, а поскольку сегодня, можно сказать, канун 8 марта, поэтому вы от розыгрыша Освобождаетесь, поэтому проходите И занимайте место за нашим игровым столом А я буду встречать следующих гостей С вашими уд쉽ать домиклуба Я получаю популярную актрису театра и кино Оксану Мысину Оксана, вы думали, я вас не узнал Привет, здравствуйте Оксана, вот скажите честно, вот скоро будет солнце, да? Вы любите загорать? Ой, я, да, хочу загорать как можно быстрее. А вот верите ли вы, что человек вот лежит на солнце, да, и может просто сгореть, по-настоящему сгореть, если долго лежать на солнце? Растаял, можно сказать, человек на солнце. Верю, верю, да, мечтаю об этом. Почему такая уверенность? Особенно сколько солнцу осталось жить. Смотрите, я вам это сейчас просто докажу. Так, ну-ка. Человек может сгореть на солнце. Вот видите, свечка, лежит человек на солнце, загорает и сгорает. Спасибо, Сергей. Буду дома жечь и проверять. Говорят, дуть нельзя, надо вот так вот. Окей, договорились. Оксана, ну что ж, проходите, занимайте место за нашим игровым столом и смотрите, не сгорите на солнце. Очень приятно было с вами опять повидаться. Ну, а мы будем встречать нашего следующего гостя. Популярная актриса театра и кино Анна Большого. Аня, это вам. Ну, вы знаете, скажите вот честно, вы животных любите? Ну, да. Ну, как-то не очень уверена вы так сказали. Я вспомнила вопрос про помидоры, да, вы помидоры любите? Нет, вот животных. Вот сиамского котика, представляете себе? Да, хорошо. Вот есть такие королевские сиамские котики, у них хвостик прям крючком сделан для того, чтобы когда сиамские принцы ходили, они вешали туда кольца свои. Чего вы смеетесь, это правда? Да, вот чтобы вот кот шел впереди и нес колечки, все вот эти украшения. А у вас теперь вот на кошачьем хвосте будет висеть полотенце. Верите в это? Да. Смотрите, вот это вот, это вот на гвоздик вы к стенке вот так вот раз, и сюда вешаете полотенчик, это они вам. Супер, спасибо. Пожалуйста, проходите, занимайте место за нашим игровым столом. Ну, а мы, ну, а мы встречаем следующего гостя. Популярная актерица театра и кино Светлана Томасия, Светочка, это вам. Спасибо. Вот, скажите, пожалуйста, вот вы в анатомии как, нормально? Ну, вроде бы. Ну, сердце, знаете, вот человеческое? Да, знаю. Вот как вы считаете, какая температура человеческого сердца? 36,6. А вот то, что 60, может быть, 80. Вы думаете? Знаете, вот вы сами будете экспериментировать, вот сколько сюда нальете температуру воды, такое оно и будет. Слушайте, какая красота. Как и грелку можно использовать. Боже мой, какое сердце. Светлана, проходите. Ну, а мы встречаем теперь уже семью. И Нидзе вместе со своей дочерью Нидо. Как кому-то лучше, кому-то. Так, так. Так, Мина, вот верите ли вы, что я сейчас подарю паука, паука паразитный такой, но вы его будете ласкать, будете гладить, вам будет это делать приятно. Возможно. Ну, смотрите, какая вот игрушечка, пожалуйста, гладите. Ой, это очень хороший. Смотрите, какой хороший. Да. Вот, это вам. Спасибо. Гладите на здоровье. Ну, а вас я разыграю так очень просто. Видите, у меня один знакомый научил попугая плеваться, не разговаривать, а просто плеваться. Верите в это? Ну, да. Да? Да. Ну, это действительно так. Вот. Вот, знаете, я сейчас не знаю, чтобы тут вот мне ничего не попачкать, но действительно, вы видите, он плюет. Прекрасно. Это вам такая вот игрушка. Играйте на здоровье. Пойдемте, потому что, я так понимаю, все остальные участницы уже нас просто зажигали. Пойдемте. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Это единственный раз я сочинила. Мне нравится, как они вместе сказали, даже не думая. Они сказали, верю, вы их так бах и обрубили. Остальное я бы хотела. Ну, кто теперь? Ну, кто теперь? Ничего. Зато я не слушала. Валет. Оксана. Вот так, да? Что у нас здесь? Десятка. Ну, и сверху, да? Что? Десятка. Десятка. Итак, десятка красная там, да? Там десятка черная. А здесь у нас валет Анечка. У вас самая большая карта, поэтому ваш столик выбирает, кому будете рассказать историю. Тогда я буду рассказывать сейчас Марине и Оксане. Во-первых, хочу сказать, что у меня есть два щеночка Чихуахуа. Вот, просто после передачи мы сейчас с тобой поговорим. У вас девочки? У меня два мальчика. Один бежевый, другой белый. Не пройдет ничего. Я хочу мальчика, хочу папа. В общем, договоримся. Помогай, сейчас обсудим. Так, значит, правда или неправда, да? Значит, у нас в театре премьеры мы выпустили спектакль «Пролетая на гнездом кукушки». И там Александр Гаврилович Абдулов, единственный, играет главную роль, играет МакМёрфи. Это вот то, что в кино играл Николсон. Вот, и перед спектаклем, прямо вот реально там в полседьмого, значит, на служебном входе сбегает какой-то мужик, там чего-то, ну как-то он оказывается, сталкивается с Абдуловым, говорит, здорово, слушай, Абдулов сегодня играет? Абдулов говорит, нет? А кто, а что, ты играешь? Он говорит, да. Ну, ладно, хорошо. Все, вот такая история. Это правда? Аксан, мы с двоим отгадываем, или это я как-то? Вы можете посовещаться. Вы можете, мне кажется, Аня сама не уверена в том, что рассказала. Верим, Аксан, давай верим, верим. Это правда. Это правда, это правда, у нас столик просто вырывается вперед, два очка уже, вот такая вот женская солидарность. И, Нина, ну, я помню, что за вами должок, ведь надо как-то его отработать, я так понимаю, это песня будет, наверное, да? Ну что ж, пожалуйста, да, на сцену с песней, я так понимаю, о любви. Вечная любовь. Вечная любовь. Вечная любовь. Все слова любви в измученных сердцах Слились в одно, предание без конца, как поцелуй, и все тянется давно. Вечная любовь. 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 Премьера моего фильма, ну, самого такого известного, «Табор». И известный актер Жан-Клод Бриали приглашает меня, и режиссер этого фильма, Эмили Латянов, в котором мы были вместе в Париже, приглашает нас в свой театр, на свой спектакль. И говорит мне, значит, ну, естественно, мы были с переводчиком, значит, спрашивает меня, говорит, скажите, а вы приехали бы играть Аню «Я хотела бы поставить в Вишневый сад, хотели бы вы сыграть Аню?» Я говорю, о, да-да, конечно, Аню сыграть замечательно. Веришь ты или нет? Верю! И правильно делаешь! Вот так вот все просим, и я так понимаю, что вы завариваете за первые очки. Итак, король, король, здесь у нас король, Аня. Здесь у нас красивая женщина. Здесь у нас, да, что у нас тут? У нас валет традиционно. У нас валет традиционно. А что, вы выбираете? Оксана. Так, вот это, да? И что? Туз. Самая старшая карта вновь. Теперь уже Оксана, да, история? Да. А какому столику вы не рассказывали еще? Нам не рассказывали. Дело было как раз накануне 8 марта. В прошлый раз. В прошлый раз. Вы знаете, 100 лет назад примерно. Ну, в общем, это было в тот год, когда я еще только что закончила училище, и первый раз, вот, первый год был мой в театре. Вдруг я слышу... Два года назад. Да, примерно так. Два с половиной. Вдруг я слышу такой разговор, краем уха, что один человек просто в жуткой панике, потому что на концерт, купленный все билеты, тысячный зал, должен прийти Евгений Леонов, Евгений Павлович, любимейший, в какой-то крупный дворец культуры, там, фабрики какой-то, ЗИЛ или там завод. Все билеты распроданы. Ужас в том, что его партнер или партнерша застряла где-то в Питере на съемках и приехать не может. Концерт летит, организатор в ужасе. Я так просто краем уха слышу и просто так, как бы, без всякой надежды говорю, может быть, ему надо подыграть, скажите, я могу выручить, если надо. Они говорят, ты что, решишься с Евгением Леоновым сыграть на одной сцене? Я говорю, ну да, конечно, а почему нет? Ему срочно звонят, говорят, концерт не отменяется, есть одна сумасшедшая, которая выйдет с вами и сыграет. Он говорит, хорошо, репетиция будет в автобусе. Мы приезжаем к дому Евгения Павловича Леонова на большом автобусе, красивом, красном. Он входит туда. Что меня потрясло, это очень был серьезный, суровый мужчина, который сел к окну. Ему показали на меня пальцем. Он говорит, вот это? Понятно. Достает тетрадочку за две копейки, такую тоненькую тетрадочку, исписанную всю таким детским каллиграфическим почерком. Роль, роль, по ролям, красным карандашом подчеркнуто то, что он должен говорить. Все остальное более небрежно написано, тот, кто должен говорить. Партнер, партнер. И он мне говорит, ты почитай и учить не надо. Просто я взял с собой газету, вложишь и просто мне реплики подавай. Читай. Главное, читай все, что там написано. Я говорю, хорошо, хорошо, не волнуйтесь, сейчас я изучу. Но в случае чего я симпровизирую. Он говорит, не надо. И вот в этом плаще, который он мне привез, я выхожу на сцену, и я держу эту тетрадку, полный зал. И он примерно, ну, в метре от меня стоит, этот гений. И начинает говорить, вот, и я понимаю, что это кошка или это собака, это органика такая нечеловеческая, рядом со мной, вот здесь, в одном сантиметре. И я говорю какие-то слова, успеваю отслеживать, как он это делает, и поражаться. И вдруг понимаю, что у меня страница зацепилась. А что там дальше, я не помню. А он задал мне вопрос и смотрит. И, ну, я не могу сделать так, как я делала сейчас, когда карты перелезли. И я что-то такое сказала от себя. Он бросает все, ко мне подходит и говорит, причем тем же тоном, который был до этого, не меняя ничего, в этом же образе, в этом же... Он говорит, ты что, наркоманка, что ли? Весь зал ржет. Он говорит, ну, я так и знал, наркоманку прислали. Сержет, он говорит, я же тебе сказал, ты ничего от себя не надо, читай. Я молчу, он говорит, что, зацепилась, что ли? Сержет, он говорит, ну, сделай так, перелесни. Чего стоишь, смотришь на меня? И все это в этом же, в этом же. Я говорю, сейчас, он говорит, там так не написано. Я делаю так. Дочитываю свои реплики. Успех. Но я не могу сказать, что творилось в зале. Он ничего, казалось бы, не делал. Но это было, это было за гранью моего представления о профессии. И это было 8 марта. Мы с ним сфотографировались. И каждый день 8 марта он мне звонил и говорил, привет, наркоманка. Теперь нужно только решить, правда это или нет. Ты что, бесподобный, ты что, артист хороший, я знаю. Да, ну, как на сцене он подойдет. Ну, значит, легко. Так мы верим. Конечно, это было, но, да, но, к сожалению, он мне больше никогда не позвонил. А я просто влюбилась. Вот это правда. Это было на сцене. Вот так. 2-1-1. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас всех женщин с праздником поздравляет Петр Гранга. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 Но вы уже вышли в финал, ведь это дело надо как-то отметить. Я знаю, что вы готовились, ведь шляпа, очки, все это не зря. Ведь есть какая-то песня, которая еще была перед финалом не спета. Оксана Мысина вместе со своими музыкантами. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я прослушалась молодой девочке. Вот, надо было все-таки взять в какой-то момент ответственность на себя. Я могу сказать, что потом ко мне подошла Инна Михайловна Чурикова, потом Маша Миронова, которая, собственно, заболела и не смогла сыграть. Она говорит, ты знаешь, я бы этого не сделала. Я не знаю, как я это сделала, последствия были потом, потому что я несколько спектаклей вот так вот играла чисто-чисто. Так, когда спектакль на пятом у меня началась эрфиксия, я стала забывать текст, стала врезаться в декорации. То есть последствия были потом. Да, 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 да. Итак, у нас Анна Большова и Светлана Тома в финале будут играть против Марины Яковлевны и Оксаны Мыстиной. Сегодня у нас в гостях легендарный вокальный инструментальный ансамбль «Самоцветы». Дорогие женщины, поздравляем вас с праздником. Желаем здоровья, счастья и вечной молодости и красоты. Говорят, что любовь забывается и калитка от меня, закрывается. Говорят, что хожу, все напрасно я. Говорят, что мы с тобой люди разные. Говорят, что мы с тобой люди разные. Не словами о любви губы связаны И случайно, может быть, были сказаны Только были те слова ветром брошены Расключали по земле, как горошины Дали деревню почти нас там дали И дали деревня под Toy effects Дали деревья, как мечты и NGOs Кэти dig의 Как мечты , о нескольких? Песня 31 — это Block UNO60-33 — мне학яне Если нас там дали uploads Н Stafford Счастливоhis Да ламп מ А álopts editions И принес Algunly В Elohim Царевess Так что никому Песня Severo Борни ning Тома asked ær 拳 И АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И ОСТАЛАСЬ НИ ПО МНЕ ВСЯ ВЕСЕНЬЯ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сейчас, в кону 8 марта, в Беликуде начинается финальная игра, в которой Светлана Тома и Анна Большова будут играть против Оксаны Мысиной и Марины Яковлевой. Итак, Оксана, Марина, вы первые вышли в финал. Первый вопрос вам. Верите ли вы, что для того, чтобы хлеб или булка казались свежее, надо сильнее на них нажимать? Тогда они будут казаться свежее. Нет, верю в это. Верите в это? Нет, верю в это. Нет, нет. Не верите и правильно делайте, 1-0 в вашу пользу. Светлана, Аня, вопрос вам. Верите ли вы, что в одном из городов штата Нью-Джерси кошки и коты должны носить колокольчики, чтобы птицы знали об их местонахождении? Ну что, рвём? А, вы все с цветами. Я боюсь, что от букета ничего не останется. Как у вас, всё по-серьёзному тут, да? Ну? Да. А, нет! Что? Не верите, а зря это действительно так? Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ Оксана, Марина, вопрос вам. Верите ли вы, что в истории освоения Луны известен случай, когда наш луноход отобрал пробы грунту американского лунохода? Нет. Нет. Нет, ну они же всё равно думают. Понимаете, вот чем не нравятся женщины, что они над лёгкими вопросами всё равно думают. Нет, ну вообще, конечно. То есть наш луноход подъехал и отобрал пробы грунта у американского лунохода. Просто из ковша забрал, можно сказать. Нет, ну вообще, на наших, конечно, это могло бы быть, но я думаю, что не до такой лет. Не верим. 2-0 в вашу пользу. Вот. Аня, Света, вопрос вам. Верите ли вы, что болезнь, в результате которой человек безудержно смеётся, в медицине называется хохотония? Вот медики говорят, человек болен хохотония. Вот сейчас Аня засмеялась, это называется по-нашему, по-медицински хохотония. Нет. Не верите, правильно, делайте 2-1 в пользу Оксаны и Марину. Марина, Оксана, вопрос вам. Верите ли вы, что в брокерских конторах можно сделать ставки не только на результаты спортивных матчей, а на то, какой будет температура в ближайшие дни, то есть даже в ближайший час. То есть вы приходите, делаете ставку, что в ближайший час будет, там, я знаю, плюс 15. И можете выиграть денежку. Не верю. Нет. А завтра будет минус 8, и вы тоже можете выиграть денежку. Нет, нет. Нет. Не верите, а зря это действительно так. Вот такое в брокерских конторах есть. 2-1. Света, Аня, вопрос вам. Верите ли вы, что наряду с коровьим бешенством существуют следующие болезни? Козлиная агрессивность, баранья упертость и ослиная тупость. Это тоже качество людей. А болезни? Болезни. То есть вы не верите, что сейчас становится 2-2. Марина, Оксана, вопрос вам. Верите ли вы, что в России зарегистрирован коммерческий банк под названием «Бесконечный кредит». То есть деньги можно брать все время в этом банке. Так и называется «Бесконечный кредит». В России такой банк. Нет, нет. Ну, естественно, не в Москве, а там вот за Уралом. Нет, мы не верим. Не верите и правильно делайте. 3-2 в вашу пользу. Аня, Света, вопрос вам. Верите ли вы, что утверждение, что страус в случае опасности прячет голову в песок – это полный бред? Нет. На самом деле, никуда страус голову в случае опасности не прячет. Это просто кто-то придумал. И теперь рассказывает на каждом углу. На самом деле, страус нам бежит просто от опасности. А им вы подсказывали? А я вам тоже подсказал уже. Нет, вы нам еще не подсказали. А можете еще раз? А еще раз? Завуалированы. Итак, люди сами, я же вам подсказываю, придумали то, что страус прячет голову в песок. А на самом деле, это полный бред. А в мультике же он прячет? В мультике? Я люблю мультики. Знаете, многое. Чувствуется, вы выросли на мультиках, Аня. А к страусу. Знаете, в мультиках там кот матроскин корову дает. Если брать мультик. Страус не прячет. Да, страус. То есть вы должны сказать, прячет или не прячет? Когда бежит. Когда бежит, он не успевает. Когда бежит, он не успевает спрятать голову, он бежит. Он всегда бежит, когда опасно. Нет. Что? Не прячет. Прячет или не прячет? Не прячет. Не прячет. Действительно, не прячет, сейчас становится 3-3. Оксана, Марин, вопрос вам. Верите ли вы, что общество защиты животных было организовано раньше, чем общество защиты детей? Такой серьезный вопрос материнский, накануне 8 марта. Мы верим. Верите и правильно делаете. Действительно так, счет 4-3. И вопрос, Аня, Света, вам. Верите ли вы, что если раньше любили говорить, что болтун – это находка для шпиона, то сейчас болтун – это прежде всего находка для сотового оператора? Ну, если он при этом болтает по телефону, тогда да. Если он просто болтает, то оператору по барабану. То есть верите и правильно делаете. Вы знаете, никто не хочет побеждать, поэтому я объявляю ничью. И мне хочется просто вручить подарки всем, кто сегодня играл у нас в Лев-клубе. И, Нина, это вам. Самые доверчивые, самые наши доверчивые. Поскольку у нас сегодня была очень упорная борьба, в результате которой никто не победил. Аня, Света, это вам. Ну и, конечно же, Марина, Оксана, это вам. Сегодня у нас в гостях дам-шоу «Звёздный экспресс». Аня, Света, это вам. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...